Глава Твери Алексей Огоньков выступил перед представителями общественности с отчетом о деятельности администрации за минувший год. Он рассказал об основных направлениях работы финансовых и экономических показателях 2023 года, а также ответил на вопросы общественников. Согласно уставу, глава Твери ежегодно рассказывает о результатах работы администрации и обсуждает экономические показатели, исполнение бюджета и реализацию нацпроектов с представителями общественности. Среди основных тем строительство школ, детских садов, благоустройство города, ремонт дорог и многое другое. В частности, в этом отчете Алексей Огоньков рассказал и о новой муниципальной программе, к которой теперь могут присоединиться самые активные общественники. Одно из важнейших направлений нашей работы – это взаимодействие с представителями общественности. Участие у тверетян в решении ключевых для города задач уделяется особое внимание. В администрации разработана новая муниципальная программа развития территориального общественного самоправления в городе на 2024-2026 годы, реализация которой начинается в этом году. Во время публичных слушаний все желающие могут оставить запрос в письменной форме или прямо в зале задать свой вопрос главе города. Жители нашего города знают о таком замечательном месте на улице Республиканской, как китайский городок. Многие приезжают туда отдохнуть и семьями, и поодиночке. Сейчас он выглядит не так красиво, как при открытии. Вот хотелось бы узнать, будет ли благоустроен этот китайский городок. Это хороший очень уголок был в свое время сформирован. Ему надо уделить внимание, поддержать его. Так что уже в этом году основные виды работ мы сделаем. Береговое крепление, с освещением мы работаем. Но будем заниматься, начиная с этого года. Алексей Валентинович, хотелось бы задать такой вопрос. Об обустройстве тротуара на улице Гончаровой и Большевиков, рядом с школой номер 9. Мы там завершим практически все тротуары в этом году. Так что вот, мне кажется, позитивный ответ на ваш вопрос. Уже по традиции отдельная тема для обсуждения – это местная инициатива. То есть ППМИ и новая программа «Инициативное бюджетирование», когда жители совместно с администрацией готовят и реализуют проекты по благоустройству. Я как представитель управляющей компании, активно участвующей в программе поддержки местных инициатив и инициативное бюджетирование. И хотела бы такое предложение администрации направить о увеличении финансирования данной программы, потому что оно однозначно приведет к увеличению благоустроенных территорий в нашем городе. «Инициативное бюджетирование» – это программа, которую мы начали развивать буквально недавно. Это деньги городского бюджета и непосредственно жителей. Скажу так, что пока на данный момент, по-моему, вот те проекты, которые к нам приходят по этой программе, инициативное бюджетирование, мы их все, собственно говоря, одобряем и вставляем в бюджет. Поэтому задача, собственно говоря, от вас, если есть такие проекты, есть желание что-то изменить в своем дворе, в своей жизни, поэтому будем все это притворять. Я думаю, 10 депутатов городской думы будут, безусловно, поддерживать эту программу. В публичных слушаниях отчета о результатах деятельности главы города Твери и администрации за 2023 год приняли участие председатель Тверской городской думы Евгений Печуев и руководитель общественной палаты Твери Вадим Рыбачук. Центр развития Тверской области — это Тверь. Большое количество людей, которые живут в Твери, они считают этот город классным городом для жизни, ярким, интересным. Удовлетворенность жизнью в городе людей разных поколений, разных социальных групп, разных возрастов, она тоже будет расти. Все темы, которые были предложены общественниками к рассмотрению, администрация города взяла в работу. Напомним, ранний итоговый отчет главы Твери Алексея Огонькова был представлен на заседании в Тверской городской думе и одобрен депутатами.